Подробности прямо сейчас. По последним данным специалисты МАГАТЭ стоят в очереди на КПП, на подконтрольную украинским властям территорию, поскольку оккупационные власти Запорожья отказались делать спецпропуска. Но планируется, что завтра они прибудут на территорию атомной электростанции. Но вообще о том, какова сейчас там ситуация и насколько велики риски. Некоторое время назад ведь и президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские специалисты, по сути, предотвратили ядерную катастрофу в Европе. Но при этом мы обсуждали эту тему в том числе и в других эфирах в программе «Открытый вопрос». Тоже уже несколько недель спрашиваю различных экспертов. И на данный момент, насколько я понимаю, продолжается обстрел, но совершенно непонятно. В общем, в данном случае у нас противоречивые данные, с чьей стороны. И понятно, что в случае прямого попадания, разрушения, то могут быть довольно серьезные последствия. И вот об этих последствиях мы сегодня поговорили с руководителем Департамента анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрием Гуменюком. Еще до сих пор не забыли трагедию на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому то, что сейчас происходит на Запорожской, вызывает большие опасения. Скажите, пожалуйста, вот вы как специалист, какие риски на сегодняшний день там видите, учитывая, что и Запорожская атомная электростанция отключалась от энергосети. Как бы вы сегодня характеризовали эту ситуацию? Риски на Запорожской станции появились еще 4 марта 2022 года, когда российские оккупационные войска зашли туда и продемонстрировали полное отсутствие понимания в части ядерной и радиационной безопасности. Наверное, вы с хронологией знакомы, не буду в детали входить, но просто скажу, что прямо в ту же ночь были обстреляны ряд зданий, были боевые действия непосредственно на площадке Запорожской станции. Повреждены некритически, но все равно здания непосредственно недалеко от блоков. И это был такой первый очень тревожный колокольчик, который говорил о том, что добром эта ситуация не закончится. Дальше на протяжении практически полугода ситуация была очень тяжелой, потому что было психологически-физически давление на персонал атомной станции. Но с начала августа 2020 года, где-то там с 5 августа, ситуация очень редко ухудшилась, когда террористические российские войска начали вести обстрелы непосредственно Запорожской станции. Пытаясь сымитировать провокации украинской армии или еще кого-либо, я не знаю, что они в головах, но вот. И за август месяц было очень много обстрелов, которые привели к тому, что поочередно отключались электрические линии, которые соединяют Запорожскую атомную станцию с энергосистемой Украины. И на прошлой неделе последняя четвертая линия вследствие боевых действий была перебита, после чего блоки, которые работали на Запорожской станции, а на момент отключения последней линии работало два энергоблока, они остановились поочередно по аварийной защите и генерация электричества на Запорожской станции прекратилась. Особенность атомной электростанции в том, что в отличие от тепловой, после того, как перестает подаваться топливо, там газ или уголь, тепловая станция, она безопасна, может сколько-то долго стоять в выключенном состоянии. Атомная станция, в отличие от тепловых станций, нуждается в долгосрочном теплоотводе, чтобы избежать тяжелого повреждения активной зоны расправления, как это было в Чернобыле или на Фукусине. После того, как произошло отключение Запорожской атомной электростанции от украинской энергосистемы, сработали штатно, слава богу, системы безопасности, которые необходимы для безопасного останова, для безопасного расхолаживания энергоблока, сработали дизеля. И какое-то время, пока не восстановили резервную линию, опять же соединяющую атомную станцию с энергосистемой Украины, пока не запитали станцию, системы безопасности и дизеля работает. По состоянию на сейчас Запорожская атомная станция подключена к энергосистеме Украины. На Запорожской атомной станции работают энергоблоки, которые в том числе генерируют электричество и отдают ее в энергосистему Украины. Но та обстановка и развитие ситуации, которая сейчас имеет место на Запорожской атомной станции, ее нельзя назвать безопасной и нельзя сказать, что это стабильная ситуация. Любые военные действия на территории атомной станции, они недопустимы, потому что все прекрасно помнят, что произошло на Чернобыле, многие знают, что произошло на Фукусиме. На Запорожской атомной станции эксплуатируются шесть энергоблоков, и авария даже на одном энергоблоке, которая потенциально может привести к расплавлению активной зоны, она приведет к тому, что загрязнение будет не только украинской территории, но и европейской. Такое короткое резюме, что происходит на Запорожской станции, перспективы того, что может быть сложно спрогнозировать, потому что ни Украина, ни весь мир не имеют никакого влияния на те вооруженные формирования, которые находятся на территории Запорожской станции. Те, ну я не знаю, по-другому нельзя назвать, как ядерные террористы, которые, захватив ядерный объект, терроризируют весь мир, давят психологически на персонал, в последнее время начались физические воздействия на персонал, людей там выкрадают, забирают в подвалы, пытки, и это не приводит к повышению надежности работы атомной станции. И в принципе вот этих полгода, которые станции находятся в оккупации, то, что не произошло какой-либо аварии с выбросом радиоактивных веществ, это целиком и полностью заслуга украинского персонала, который в тех очень тяжелых условиях поддерживает энергоблок в безопасном состоянии. Уже отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети было. Сколько еще таких отключений Запорожская атомная электростанция теоретически может пережить? Здесь сложно сказать, все зависит от времени, насколько происходит это отключение, от текущей обстановки на энергоблоке, от того, как сработали системы безопасности. И времени, ну опять же, сколько энергоблок будет без электроснабжения. Давайте два сценария, оптимистический и пессимистический. Если оптимистический сценарий отключения произошло, дизель-генераторы работают, с них, с этих дизель-генераторов российские войска не слили топливо и есть на чем работать, то станция может периодически так отключаться-включаться. Это не является каким-то хорошим сигналом, неправильным режимом эксплуатации, но это плохо, но это еще довольно безопасно. В худшем сценарии, если произошло отключение от энергосистемы Украины, полное обеспечивание энергоблока, не запустились дизель-генераторы, не сработали системы безопасности, то при энергоблоке, работающем на мощности, через три часа после полного обеспечивания площадки атомной электростанции, может уже начаться разогрев активной зоны и плавление топлива. То есть сценарии могут быть очень пессимистические, то есть в случае дополнительных отказов, и это я не принимаю во внимание, какие-то возможные физические разрушения инфраструктуры энергоблока, потому что если там прилетит ракета, разрушит защитную оболочку, соответственно, любой выброс радиации в случае аварии, он будет происходить в окружающую среду, его не будет удерживать никакие дополнительно защитные строения. А насколько этот пессимистичный сценарий, который вы описали, на ваш взгляд сейчас действительно вероятен? Очень сложно сказать об этом, потому что что происходит, какая текущая обстановка на энергоблоке, на площадке, есть эта информация только у российских оккупационных войск. То, что у них в головах, тоже только у них. Если кто-то, это стадо с оружием, примет решение преднамеренно вывести из строя то или иное оборудование, то вероятность очень высокая. Если не будет продолжаться обстрелы, если демилитаризуют зону, вероятность низкая, потому что украинские атомщики, украинские энергетики делают все, чтобы минимизировать риск большой аварии. Потому что перебили четыре линии в течение суток, чуть больше, восстановили подключение. Вообще, большие клиники энергосистемы Украины за более короткий период, за несколько часов обеспечили временное подключение, обеспечили временное электроснабжение энергоблоков. То есть, в принципе, пока есть у украинских энергетиков и атомщиков возможность управлять ситуацией, риски пытаются наши герои минимизировать. Но все зависит от поведения оккупантов. На днях украинский энергоатом смоделировал распространение радиоактивного облака в случае аварии на 28-29 августа с учетом изменения направления ветра. Но вообще, учитывая, что Запорожская атомная электростанция крупнейшая в Европе, конечно, очень не хочется об этом думать, но вот в случае аварии это радиоактивное облако, насколько оно далеко может распространиться? Все зависит от того, какая авария будет. Это на одном энергоблоке, двум, шести, затронет ли бассейны выдержки. Может быть, это затронет еще хранилище отработанного ядерного топлива, которое также расположено на площадке Запорожской станции. Но тот сценарий, который рассматривал на Экоэнергоатом, это авария на одном энергоблоке. То даже для этого сценария зона, при которой нужно будет эвакуировать население, будет составлять до 40 километров. Дальше, куда понесет, с какой силой, где будут выпадения, все зависит от погодных условий. На 28-29 число погодных условий были такие, что ветер дул с запада на, насколько я помню, юго-восток. И поэтому перенос был больше в сторону России, на Кубань и дальше. В принципе, если посмотреть по статистике ветров в это время, то ветер чаще дует с востока на запад. Поэтому есть очень высокая вероятность, что понесет на Европу. И дальше много очень неопределенностей или факторов, которые будут влиять. Это наличие осадков, сила ветра. Но в любом случае авария даже на одном энергоблоке, она приведет к тому, что загрязнение будет в большой части, европейской в том числе. Да, это не будет эвакуация, скорее всего. Но это будут какие-то другие меры защитные. Например, рекомендации по уменьшению пребывания на открытом воздухе, запрет на употребление пищевых продуктов, какие-то ограничения сельскохозяйственной деятельности. Но я приведу простой пример. Авария на Чернобыльской станции, которая произошла в 1986 году, она привела к тому, что радиоактивное загрязнение было даже в Швеции, которая находится очень далеко от Чернобыльской станции. И поэтому на Запорожской станции 6 энергоблоков мощностью 1000 мегаватт. Поэтому последствия могут быть катастрофическими. Дмитрий Гуменек, руководитель Департамента анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины, нам прокомментировал, что сейчас происходит на Запорожской АЭС. И привел нам два сценария развития событий, пессимистично и оптимистично. И все-таки надеемся, что без пессимистичного сценария обойтись. Потому что последствия в случае аварии на Запорожской АЭС будут серьезные. Потому что она более мощная, чем Чернобыльская АЭС, там больше энергоблоков. И вот Дмитрий Гуменек рассказал, что в таком случае. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что группа должна прибыть на станцию в конце этой недели. И вот, соответственно, обеспечить надзор за этой Запорожской АЭС, сообщает русская служба BBC. Ну, стороны и украинская, и российская дали гарантии безопасности группе МАГАТЭ для того, чтобы она могла беспрепятственно прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. Нужно надеяться, что эти гарантии безопасности действительно будут выполнены. И эксперты сделают там свою работу. Продолжение следует...